Наши на Олимпиаде. Считанные часы остаются до старта 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине. Среди спортсменов, отправившихся в Китай, есть также и нижнекамцы. В состав Олимпийской сборной России по хоккею включены два воспитанника хоккейной школы «Нефтехимик». Это защитник Дамир Шеребзянов, выступающий за «Авангард» и вратарь Акбарса Тимур Белялов, делавший свои первые шаги в хоккее в Нижнекамской детско-юношеской спортивной школе. Кроме того, в составе сборной Чехии выступят два действующих хоккеиста-нефтехимика – Рональд Кнот и Лукаш Клок, а в составе сборной Финляндии – вратарь Нижнекамского клуба Франц Туохима. Кубок Нижнекамск-Нефтехима Около 40 лыжников из Нижнекамска, Набережных Челнов и Октаныша выступили в третьем этапе открытого Кубка Нижнекамск-Нефтехима по лыжным гонкам на трассе учебно-тренировочной базы «Алмаш». Этап был посвящен состязаниям свободным стилем на дистанциях 10 и 5 километров. В трех из шести возрастных групп победителями стали нижнекамцы, которым досталось 15 медалей. Среди них работники Нижнекамск-Нефтехима завоевали 7 медалей, а воспитанники спортивного клуба «Нефтехимик» – 3. Награды из Казани С наградами из Казани вернулись представители спортивного клуба «Нефтехимик». Турнир по художественной гимнастике «Зимняя краса» прошел в Казанском спортивном комплексе «Итиль». В нем участвовали гимнастки от 3 до 18 лет. Воспитанницы тренера Лейлы Хуснудиновой отличились в индивидуальных упражнениях, завоевав 11 медалей, а также специальный приз. Достойная игра Юниорская команда «Нефтехимик» одержала победу над сверстниками из Самары, повторив счет сыгравшего чуть ранее «Нефтехимика-2005» со счетом 6-1. И это несмотря на тревожное начало домашней серии. В итоге регулярное первенство Приволжского федерального округа «Нефтехимик» ЮХЛ завершил на втором месте в группе. На первом расположился «Нефтяник» ЮХЛ, опередивший команду «Нефтехимика» на 7 очков. Спортивные выходные 6 марта на учебно-тренировочной базе «Алмаш» состоится традиционный нижнекамский лыжный марафон на призы спортивного клуба «Нефтехимик». Соревнования проводятся на дистанциях 7,5, 15, 20, а также 30 километров в 9 возрастных группах юношей и мужчин, а также в 9 возрастных группах девушек и женщин. Парад открытия состоится в 10.30, старт в 11 часов. Редактор субтитров А.Семкин